Природа и человек неразрывно связаны. Мы пользуемся ее благами тысячелетиями, и только в 20 веке стали задумываться о восстановлении ее ресурсов. Можно ли рассказать о проблемах экологии с помощью музыки, литературы, хореографии, вокала, изобразительного искусства или театра? Мы говорим «да». Экологический театр в Петербурге – это целая система работы, направленная на экологическое образование детей и взрослых. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с учеными и педагогами разработали концепцию непрерывного экологического просвещения как инструмент культурного возрождения человека, переосмысления представления людей о себе и об окружающем мире. Экологические акции, интерактивы, театральные перформансы, мастер-классы стали нормой повседневной жизни петербуржцев. Экологический театр Петербурга «Зеленые кулисы» уже имеет в своем репертуаре пять спектаклей, которые посмотрели десятки тысяч детей. Артисты рассказывают о самых насущных экологических проблемах в городе. Независимый театр «Хлорофилл» поделился историей «Живая добрая земля», повествующей о том, как важно оберегать и лелеять то пространство, в котором мы родились, живем и дышим. Артисты комик-треста не ставили перед собой глобальных целей, но и в их репертуаре несколько постановок на экологическую тему. Театр учит думать, чувствовать, действовать в образах, что позволяет раскрыть личность ребенка, воспитать в нем любовь к природе, но не абстрактную, а деятельную. Так в нашем городе появился свой волк – красный. Дети уже хорошо знакомы с красным волком, ведь он охраняет природу и рассказывает, как правильно обращаться с мусором, в том числе опасным, как батарейки. Основы экологического воспитания можно заложить в самом раннем возрасте, и театр способствует этому в полной мере. Сберегающее поведение в природе – одно из важных тем и эколого-биологического центра «Крестовский остров», одного из крупнейших в России учреждений эколого-биологической направленности для детей. Финская экологическая волонтерская организация «Луонта Литта» приехала в Петербург поделиться своим опытом. Впервые европейские волонтеры провели театрализованную игротеку для самых маленьких горожан. В России вопросами экологического просвещения занимаются свыше двух тысяч общественных организаций. В Петербурге, культурной столице, одним из самых действенных инструментов экологического образования стал экотеатр. Каждая тема, она в себе несет и своих героев, и свою какую-то драматургию. Надо заставить задуматься, заставить что-то сделать, заставить сдвинуться вот с этой мертвой точки, выйти из этого состояния, в том, в котором мы сейчас находимся. Жизнь – это движение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова